В Тарском районе Омской области сгорело несколько гектаров тайги. В общероссийском народном фронте предполагают, что деревья подожгли намеренно, чтобы получить разрешение на санитарную вырубку ценных пород леса. Ведь накануне именно этот участок пытались забрать под выпилку лесорубы. Как прекратить такое, так называемое оздоровление леса, от которого выигрывают только предприниматели, занимающиеся продажей ценной древесины, расскажет Тахмена Тенысова. Бобровский бор кормит ягодами и грибами целую деревню по соседству. Сюда же приезжают грибники со всего региона. И уже несколько лет местные жители, как могут, защищают бор от вырубки. Сначала лесорубы действовали законными методами, но теперь, кажется, перешли эту границу. Сами видите, наша деревня стоит посередине тайги, можно сказать. И вот недавно был пожар, буквально в километровой зоне от деревни. Бывают задымления, но обычно в болотах где-то. А нынче прямо бор, сами удивляемся. Кто-то желает этот бор все-таки сильнее. И, скорее всего, подожгли, а теперь, наверное, можно будет свободно выпилить. Таежный лес выгорел на расстоянии нескольких километров. Это тысячи деревьев. Огонь шел понизу, повредил корни. Теперь они будут сохнуть, а значит, территорию наверняка отдадут под санитарную выпилку. И, скорее всего, тому же человеку, который ранее уже пытался получить разрешение на вырубку леса. Поскольку здоровый лес под сплошную вырубку было отдать очень сложно, сейчас мы посмотрим, мы будем держать на контроле этот вопрос, вот эти вот кварталы, и будем смотреть, что будет происходить с их судьбой. Поскольку интересант, он известен. То есть лицо, которое обратилось за предоставлением вот этих вот лесных участков, вполне допускаем представителям Народного фронта, что тут не обошлось без умысла, поскольку горело одновременно в нескольких местах. Забирать лес под санитарную чистку, а на деле пилить здоровые деревья, так в Тарском районе делают часто. Это деляна на Катюшиной горке. Хотя закон запрещает вырубать лес в радиусе 5 километров от населенных пунктов, здесь деревья валили в сотни метров от деревни. Под санитарную вырубку забрали десятки гектаров земли. Предприниматель заявил, нужно вырубить больную ель. И даже сослался на заключение лесопатологов. Я попросила их, дайте мне заключение лесопатологов. Тогда будет уже разговор совершенно другой. Заключение не было показано, сказали, есть. Обратились к лесопатологам в Омске. Лесопатологи сказали, не проводили никакого обследования на Катюшиной горке. Но это с лишним около 20 гектаров выпилено. С экспертами ходили. Мы не могли увидеть, что можно из больной елки набрать 1150 кубов. Ну никак нельзя. Значит, это было добрано сосной. И действительно, на делянии, пни, ветки, даже на земле хвоя именно сосны. Решить проблему незаконных вырубок в районе можно. Причем быстро и недорого. Достаточно установить контрольно-пропускной пункт на Самсоновском мосту. Именно через него едут лесовозы из нескольких районов в Омск. На КПП грузовики бы досматривали, сравнивали документацию водителей с разрешениями, которые выдает лесхоз. И на вопросы, если арендатор должен пилить березу, а в прицепе сосна или с определенной деляной можно вывезти тысячу кубометров леса, а грузовики уже везут третью, можно будет ответить по горячим следам. А пока найти виновных в незаконной вырубке практически невозможно. Ведь в тайге у каждого дерева охрану не поставишь. Тахминаты Нысова и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск.